Но вначале хотел бы порекомендовать вам один интересный канал на ютюбе Кик-обзор это канал с различными видео обзорами о новейших технологиях Ховерборды, шлемы и костюмы виртуальной реальности Кроссовки с дисплеями, дроны с автопилотами и разные топы крутых изобретений Все и не перечислить, переходи и удивись И в этот раз есть длинная версия обзора на 40 плюс минут Чтобы ее посмотреть нужно ткнуть на экран прямо сейчас или пройти по ссылочкам в описании Если в запасе всего 22 минуты, оставайтесь на этом ролике Субтитры сделал DimaTorzok Господа, сегодня наконец-то нам попался интересный экземпляр То есть вроде еще и понторезка, вроде уже и нет От миллиона до в принципе наверное полутора Может быть в редких случаях там даже миллион семьсот Потому что радикально отличаются комплектации Радикально отличается состояние и та степень, которую уже хозяин бабла вложил в нее То есть все очень смутно Но тем не менее вы получаете огромный американский автомобиль С комфортом, который блин на вскидку я даже не знаю с чем сравнить Ну очень комфортная тачка И все это совсем не то, к чему привыкли европейцы Совершенно другой дизайн, совершенно другие ощущения Совершенно другие расходы на содержание Сегодня у нас Escalade третьего поколения Погнали! Значит начнем с простого Это третье поколение Третье поколение лично мне нравится больше всего на самом деле Потому что оно в Escalade вообще принципиально новое То есть было первое поколение, которое вообще можно сказать С Escalade мало чем отличалось Это была просто попытка Джейма ответить Форду с его навигатором В итоге получился колхоз по сути из Даниэли Чуть-чуть измененный Было все очень плохо Потом вышло второе поколение в 2002 году Которое по сути уже как-то было глубоко переработанным опять же первым Но все это было чуть-чуть не то А вот это уже третье Третье радикально отличается По подвеске, по рулевому управлению По коробкам, по двигателям Даже немножко по компоновочке И главное, оно сильно отличается по салону То есть третьем поколении они уже достигли невероятной степени Компьютеризации всего этого Наконец-то в Америкосе появились немеренные сенсорные экраны А в жирных комплектациях их могло быть здесь по сути или 5 или 6 штук Уже в стоке То есть это просто какая-то дичь Гора кнопок Уже более-менее современные приборы В общем третье поколение Это та тачка, которую, скорее всего, вы захотите Это та тачка, которую часто снимали в фейх-клипах рэперы Это та тачка, на которую реально часто вколбашивают 22-е катки В общем, это реально Сутенерская, по сути, тачка По идее я, конечно, здесь должен был перед вами выступать В белой шубе на голое тело Но тогда бы нас забанили просто за насилие над вашим мозгом Потому что, боюсь, мое голое тело, конечно, это шок Поэтому начнем рассматривать конкретно третье поколение Конкретно в нашем случае у нас, по сути, лохота То есть, представьте, это коротышка За мной стоит короткая версия этой машины Потому что есть еще длиннобазный Есть еще EXT, он же шел тоже в третьем кузове Там еще сзади будет типа как пикапчик Там просто вообще смерть То есть, в принципе, это... Ну, для Европы это, считайте, как трехдверка Только это в Америке Ну, коротышечка, чтобы было удобнее парковаться При этом же при всем он все равно выскакивает за 5 метров Ширину это 2 Высоту это 1,9 и так далее Это колесная база 3 метра Хлопушки-воробушки Даже не знаю, с чего начать У нас самые днищенские 18-е колеса Посмотрите, меньше уже реально не найти Также в базе ставились 20-е 22-е, по-моему, это уже шел только колхоз темных ребят В базе 22-е шли Ты меня убиваешь Господи 22-е в базе, по-моему, даже BMW не решали ставить 21-е были Даже Range Rover 21-е только в базе ставил 22-е, ну, просто потому что подвеска не живет Впрочем, эта же подвеска по 22-ми не живет и здесь на Escalade Потому что при весе в 2800, по сути, плюс килограмм У в ней сконцентрировано жалких 400 лошадиных сил и 600, по-моему, плюс момента 600 плюс или... 560 560, ну, короче, и под 600 момента крутящего То есть, представляете, где все это должно бороться Борется это все на коробке В Америке шестиступенчатая коробка Мы столкнулись с каким-то чудовищем Интеллектуальная раздатка, которая постоянно перекидывает зад перед тудым-сюдым Поэтому эту машину может просто легко раскрутить на ровном месте зимой Не обращайте внимания Здесь уже появилась система стабилизации, система распределения тормозных усилий и всего прочего Чего в Америке, на самом деле, примерно до 2003 года, ну, почти никто не знал Там в единичных случаях это встречалось только как доп Здесь уже все это есть Даже не знаю Давайте сразу пойдем к мотору, я вам покажу, что там за смерть По мотору, если кратко Смотрите, какой малыш То есть, по этим капотам может поместиться еще больший мотор Если, конечно, его сюда заказать, ходят слухи, что помещались даже 8 литров На вскидку запас еще под какой-нибудь V10 или V12 Но, на секундочку, даже у нас здесь сейчас стоит 6,2 Который кажется просто крохой в этом огромном подкапотном, место еще навалом У нас два аккумулятора И, в принципе, я бы мог вам сейчас долго вот так рассказывать про то, чем он отличается, в принципе, от своих предков Но на это всем, к сожалению, насрать Поэтому я буду краток Это 400 стоковых лошадей И если у вас есть бабки, вы можете позволить себе все Потому что это Америка В американских моторах любой тюнинг за ваши деньги решается очень легко Вы заходите на сайт Можно даже официальный GM-овский сайт Есть куча контор Просто набираете в гугле там Тюнинг, скажем, LQ4, LQ9 Неважно, тюнинг, LS, чего угодно Тюнинг набираете Смол блока любого И можете прямо из Америки заказать уже под ключ Сначала мотор в сборе можете заказать Если у вас уже есть блок и вы не хотите его менять Можете заказать любые бошки Можете заказать чарчикит Можете заказать турбокит Можете заказать пайпы Все, что угодно, уже готово под этот двигатель И, в принципе, если мы говорим про лошади То все это может ограничиваться, ну, наверное, тысячу лошадиных сил Может быть, немножко больше А эти моторы, короче, они не ломаются Ничего не происходит Ну, как обычно, может, чуть-чуть дроссель, чуть-чуть электрика Может быть, катушки и так далее Совершенно штатные поломки Никаких болезней за этим мотором не выявлено Огромные поршня, толще, чем кулак колена Да, короче, насрать Все, ребята, просто охрененный мотор Из прикола все очень по-GM-овски Также то, что вы можете увидеть и уже видели На Хаммере H3, на Хаммере H2 На всем соплатформенном с этим корытом Короче, любая GM-тачка Это, по сути, датчик уровня загрязнения воздушного фильтра на двигателе Который здесь один на такой объем Пам, ладно Выштамповка Cadillac на шубе Куча хаотично раскиданных проводов Которые всегда являются проблемой Из-под капота, под любой точкой зрения В принципе, видно землю То есть То же самое вы можете наблюдать на машинах, скажем, 60-х, 70-х 2006-го Ничего не поменялось Когда садишься в салон, начинается Ну, все начинается нормально Ты хотя бы понимаешь, что происходит То есть, смотрите Обычные регулировки, обычные кнопки Обычное кресло Ну, помимо того, что просто оно очень удобное Вот это вообще никого не удивляет Да, казалось бы, все ерунда Потом начинаешь что-то подозревать У тебя кнопочки на руле Их очень много У тебя очень много кнопочек посередине Ну, у тебя ножник Ладно, американская тема Нажал, сбросил У тебя педали Единственный косяк, что в нашей комплектации Она лоховская Руль регулируется только вверх-вниз Есть дорогие комплектации Где все будут регулироваться уже очень нормально И поэлектрически Потом ты понимаешь, что у тебя вот здесь посередине Есть странная кнопка Она регулирует вперед-назад педали И потом ты замечаешь, что кроме этой кнопки У тебя есть еще куча других И вот тут уже нужно рассказывать про сам салон То есть, начнем с простого Смотрите, магнитола Это тот случай, когда про магнитолу реально нужно рассказывать То есть, можем ее включить Есть вот такая штука Непонятно, да, зачем это Смотрите на сам экран Смотрите, офигевайте Он реально уезжает внутрь Вот это жесть вообще И в этом формате Сюда можно поставить мобилку, кстати Чтобы она стояла То есть, угол наклона экрана Регулируется отдельной кнопкой Боже мой, допустим Дорожный компьютер На который аж целые 4 кнопки Там настройки такие Настройки сякие Можно на приборку Уводить температуру масла в коробке Это просто самая мелочь Из того, что здесь можно Вы не представляете Полная жесть Далее Сейчас главное Смертельно не напугать оператора Потому что оператор сейчас конкретно удивится Кнопочка наверху Вот здесь Делает Ждем Глаза оператора говорят о многом И сейчас я могу сделать то же самое С операторским креслом Делать Не хочешь? Ну смотри Если что, есть такой вариантик Тебя слегка запечатать Интересно, запечатается или нет? Итак, господа Сегодня мы с вами решили провести Социальный эксперимент Мы запечатаем очкарика в эскалейде Значит, у меня есть кнопка складывания Такая же электрического складывания Этих сидений Что-то ничего не происходит О, происходит А, не, она просто на пружине Нормально Там не свет Там не гидропривод Он должен быть гидравлический Просто Аааа, мама Но нет, нет Короче, все нормально Жалко Не получится убить пассажира Блин, а ведь был варик Не, ну это реально прикол Смотри Нажимаешь кнопку Па-бам Сама ручка Вообще там мистика Просто привидение спрятано А складывается оно уже руками То есть, в принципе Не, ну это космос Но надо ставить гидравлический привод Ты знаешь, что делать И главное, чтобы человек еще был пристегнут Ха-ха-ха Да, в такси незаменимая опция, кстати Задний ряд в таком огромном, в принципе, чемодане Внезапно вызывает попа боль Ну, не то чтобы прямо совсем боль Но как минимум пощипывает Потому что вот я сел сам за собой Ааа, ну как бы колени практически упираются в сиденье Я сижу немножечко как на жердочке Сразу в таком классе автомобиля Спрашиваю, как отодвинуть назад сиденье Их назад не отодвинуть Они не регулируются Это только для складывания Все, в принципе Да, у меня есть отдельные задние воздуховоды У меня есть практически своя мультимедиа У меня есть свой монитор У меня здесь есть выход для колокольчиков У меня здесь есть свой прикуриватель Еще свои подстаканники Их здесь просто немерено Отдельный климат-контроль только для меня И даже выход на наушники Каждый пассажир может себе включить отдельные наушники Притом, что монитор-то на двоих пассажиров один Нахрена им отдельные наушники Ну, типа, что папа долбит там ACDC Да, а родители смотрят свинку Пепу И... Тан-та-та-тан-тан-та-та-та-тан-тан-тан Багажник неустановленного объема Естественно, имеет сервопривод Причем, учитывая такое корыто Когда ты надергаешь за ручку Лучше отскочить заблаговременно Потому что иначе по щучлу просто врежет Причем так нормально При этом есть сзади вот такой еще поручень Чтобы это, видимо, все закрывать Хотя непонятно, зачем Ведь есть кнопка закрывания В морозы? У меня когда минус 30 не было, он отрубает то, чтобы не работало А, при минус 30 отрубает, интересно Значит, корыто для кровостока предусмотрено И здесь еще обычно Ну, вернее, не обычно А даже в базовой комплектации Идет третий ряд сидений Потому что, на самом деле, сидится здесь действительно хорошо В принципе, здесь сидится хорошо даже без сидений Как вы можете понять Есть отформовки явно под какое-то барахло Видимо, для этого ряда сидений Подстаканники Внимание, хозяева Аутлендера Я знаю, что у вас у всех уже слюна от эпилепсии идет Что вы говорите, что у вас может быть ряд У вас в Аутлендере с раном вашим Никогда не будет третьего ряда В Эскалейде он есть в базе Поэтому здесь есть подстаканники Все продумано Их можно вот так вытащить То есть реально доказательство, пруф И здесь надпись Домкрат 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 И там реально домкрат Но сам домкрат прикручен А зачем тебе столько перчаток Люблю чистые перчатки То есть если 4 колеса продырявил Под каждые новые перчатки И одни на всякий случай Понимаю, понимаю И давайте, поскольку гильотиновый тест Мне страшно, давай бомби Колясочники в бой Блин, страшно, капец Вообще страшно, блин Чего-то я Ровно в чашечке пришелся удар Но не, не жестко, кстати Слушайте, ну сказать то, что Вы видите в своем лобовом и в боковых стеклах фильм Это ничего не сказать Это прямо конкретно фильм И если в некоторых машинах Вы наблюдаете фильм с эффектом присутствия То здесь это полноценное 2D То есть вы Прям вообще не понимаете Что это все реально происходит с вами Какие-то люди куда-то едут на свою работу Изоляция от звука полнейшая А вот это кресло Ну это чистые воды диван Даже не в кинотеатре Это у вас дома Потому что, смотрите Я могу вот так посидеть Я могу руку вот так положить Я могу вот так положить Да, подлокотник не регулируется Но он такой огромный Что его достаточно для любой комплекции Ну можно, в принципе, поюлозить Самим креслом вверх-вниз Ничего себе Все регулируется Ой, спиночка пошла Ой, как хорошо Ой, как хорошо И поясничка, поясничка Вот это очень важно Потому что я же Обрюзглый америкос И поясничка у меня уже не держит Нагрузку организма Тормоза Такие, возможно, тормоза Ну-ка Да ладно Вот это бегемот Тебя ударило аж головой, да? Ничего себе Мы в машине, которая весит 2800 целешним килограмм Мать твою бездочный ублюдок А она так валит Смотрите, я на диване Я нажал Вот это да Стоп Нельзя этого говорить Сколько плюс Короче, 60 плюс Вот это прикол Я начинаю понимать Хозяев эскалейда Да, можно отдыхать Но можно и наваливать Вот это дичь Единственное, чего в этой машине Нельзя делать Блин, к вообще сожалению Нельзя делать бёрнаут Потому что здесь Постоянный полный привод Которым даже нельзя поуправлять Нету особо кнопочек Он всё равно Постоянный и полный А так хочется с перекрёстка Рон-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн Вот это вот и БАМ! Вася ушёл, а? Слушай, вот это прикол Вот это прикол Но гонять на ней всё равно нельзя Потому что даже при такой Неспешной езде Я нажимаю тормоза И... Всё Пожалуй, это всё, что происходит Да, я нажал тормоз Возможно, что-то стало замедляться Но нет Скорее всего, не очень так, как ты хочешь Это опасно Блин, я вот даже чувствую, что мне тормоз Приходится им работать Я даже для уверенности берусь двумя руками за руль И минутка экспрессии А, не сработала коробка В этот раз Экспрессия не удалась Ну-ка, ещё раз экспрессия Блин, такой удар внизу просто Вау! И мы повалили Да, то есть понимаете Она, может быть, даже не так круто и валит Но то, что, грубо говоря Ты реально нажимаешь газ Бум! Бум! И такая морда аж поднимается Вот это, конечно, сжогово По идее тут нужно снимать такой, знаете, экспрессивный немеренный ролик Типа у тырка пустили за руль, он все время Вот это дубасит Но надо вести себя прилично Мы на большом Америкосе, который статно, кстати, плывет по волнам Вполне себе спокойно, полностью игнорируя стыки Вообще Ну-ка, смотри, вот сейчас 70 Блин, вот это вот Пам-бам! И пошло наваливание Просто наваливание Да, сейчас хозяину штраф придет, отлично А, не, мы не нарушаем, кстати, не придет, смотри Ну, хорошо, разогнались Вот 110 мы едем по трассе Ну да Ну, ну А вот был бы УАЗик, вот мы бы сейчас снимали Ребята, УАЗик, едет круто Вот что вы любите Вы не любите вот это вот Типичный хозяин просто вот сейчас навигатора едет Навигатора или скалейда Потому что это ответ же навигатору был, между прочим, это тачка Сюда гонит О, 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 да, все Сызрань проехали Ой, ладно, все, я на разворот, ребят, спасибо Отлично покатались, вообще красавчики просто все Очень было здорово, захватывающе Жаль, я все пролюбил, да Но с этого бодрый приезжаешь, выспавшийся, просто перчик Кстати, мы ем в левом ряду Типа 110, нас все обгоняют через правый, никто виду не подает Давай попробуем поехать 80 Погоди, вот мы с фурами Мы типа, типа мы, мы гэнгста Мы, значит, защищаем фурцы, сопровождаем их Поедем, блин, наверное, сотку Сейчас попробуем Надо как-то притормозить Сзади просто едет хозяин на фронтере И он не успевает Там просто уголь в топку кидает Человек, наверное, вспотел весь Давай, давай, фронтерик Фронтерик там В дым такой из трубы сверху дойдет Слушай, а мы вот едем 100, если что Если кому интересно Ну, что-то вообще какая-то фигня, по-моему, да? Ну, вообще неинтересно Зачем мы едем 100, я не понимаю Слушай, вообще хочется 100 вот так вот ехать просто Как еще 100 можно здесь ехать? Можно еще вот так 100 ехать Не, причем, знаешь, 100 надо ехать вот так, потому что ты уснул Зажал гудок и просто И проехал крыжопль какой-нибудь мимо случайно На гудке люди думают Че за дебил на эскалейде? Не переживайте, вообще просто человек устал Он сейчас проснется на лежащем полицейском И спокойно, прилично поедет дальше Никого не раздражая Блин, что, мы просто умираем Надо что-то делать И ей бы выхлоп Ей бы реально выхлоп управляемый такой И, кстати, хозяин о том только что же сказал, да? Что вот Надо бы выхлоп, все думаю Но, боюсь, в финку не пусть Короче, вот этой тачке нужен конкретно управляемый выхлоп Вы знаете, от какой компании Joombra.ru, естественно И чтобы ты мог подубасить Чтобы как-то проснуться в начале рабочего дня И въехать в финку потом, после этого Нет Вот на моей памяти, ребята Да, она, возможно, не устроит по рулежке Не устроит по тому и сему Но это с первых секунд Абсолютно захватывающий Располагающий к себе автомобиль Сто процентов Я ставлю 5 плюс по ходовым ощущениям 5 плюс Забавно, что первое поколение Скалейдов продержалось на конвейере 2 года Второе поколение Скалейдов продержалось на конвейере 2 года А третье поколение Скалейдов продержалось практически 8 лет Это говорит о том, что именно третье, пережив рестайлинг, все равно оно людям нравилось Все равно его покупали, все равно оно было прикольным Потому что тачка получилась, ну, конкретно эмоциональная, конкретно с кучей фишек Конкретно именно на эту тачку люди залипали Она собиралась в Америке, она собиралась в Калининграде В ней реально куча всего того, о чем можно рассказать Она даже раз... Вот просто вы едете, нажали газ, уже пошли эмоции Это та тачка, про которую вы будете рассказывать, что она у вас была Это та тачка, которая оставит след в вашей жизни И мне кажется, за это из колыду надо сказать спасибо Да, у нее куча косяков там, налоги, расход, не всегда адекватная цена деталья Не всегда вариант это деталью нормально найти, что-то приходится заказывать и долго ждать Но тем не менее, тачка вообще из ряда вон Понятно, почему ее любили всякие, ну нельзя же называть, да, этих рэперы Вот так назовем Потому что она помогала этим рэперам конкретно быть уникальными И в том числе, если вы едете сейчас по улице, но в принципе объективно она уже старая Объективно к ней все привыкли, она уже сегодня не удивляет Но когда мы ее снимали, люди в потоке на нее оглядываются Основная ее фишка в том, что она до сих пор необычна Даже спустя уже 10 лет Эта машина по сути седьмого года Поэтому лично я, если вот у вас была Таха Я реально рекомендую вам попробовать Escalade Это вроде все то же самое, но совсем по-другому Поэтому ценители меня, думаю, что очень поймут А те, кто ездит на новых машинах, по сути за миллион триста Пусть знают то, что за эти же миллион триста можно купить тачку гораздо круче, чем у них Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео Огромной вам всем удачи и пока!